Всем привет, мои хорошие! С вами Сиэлена Суэй, и настал день Икс. Настал он спонтанно, и я иду сегодня снимать волосы. В этом видео я вам расскажу свою историю наращивания волос. Итак, история моя начинается с того, что впервые в жизни я нарастила волосы, и сейчас они на мне. Сегодня я собираюсь их снять, и впервые увидеть, и почувствовать, что чувствуют девушки, когда они месяц поносили наращенные волосы, потом их снимают. Примерно волосы, вот я наращивала их первый раз, походила с ними месяц, и собралась их снимать. Вообще, я, наверное, могу с ними еще походить месяца-два, рекомендуется всегда их снимать через полтора месяца. Но события складываются так, что мне уже не терпится их скорее снять, и просто, чтобы это осталось в моем каком-то опыте, просто наращивание волос. Вот, давайте, чтобы картина была полной, пойдем с вами сейчас снимем эти волосы. Через полтора часа у меня запись, и я посмотрю, что там после того, как я сниму эти волосы. Вот, и потом я уже расскажу вам свои полные впечатления, что я думаю по поводу наращивания волос, буду ли я их наращивать еще, почему я их снимаю так быстро, и какие плюсы-минусы были в носке. Ну, и вы заодно посмотрите, какие волосы под этими наращиваниями. Давайте сделаем так. Ставьте лайки, и поехали. Итак, видео у нас будет такое в виде влога, как и все мои видео на этом канале. И первое, на что бы я хотела обратить ваше внимание, потому что сейчас снимут волосы, и вы на мне их уже не увидите, это на качество волос. Какое оно сейчас, но в принципе оно такое и было, да, то есть вот если вы видите волосы, то нельзя сказать, что это классные, здоровые, такие шелковистые волосы, да. И первая такая вот вещь, которая мне не понравилась в волосах, конечно, может быть зависит от того, какие волосы вы берете, но я брала хорошие волосы, такие волосы, как у меня, у меня получилось чуть больше 200 грамм, стоят такие волосы 28-27 тысяч, я их взяла со скидкой, так как брала через знакомых, с небольшой скидкой, чтобы вы понимали, все равно они мне вышли больше 20 тысяч. Вот здесь вы можете посмотреть, какие волосы у меня были до, ровный плотный срез, вот. И после того, как их нарастили, посмотрите, какие они гладенькие, такие они были только при покупке. После того, как я помыла волосы, я не смогла ни разу так уложить, ни разу не смогла я так их вытянуть, чтобы они были как при покупке, все равно они были по-пушистей. Использовали мы волосы не все, у меня на голове где-то 350-370 капсул. И сейчас куда я иду, вообще у девочек стоит снятие одна капсула 15 рублей, хотя в основном, где я узнавала, берут 10 рублей, но она говорит, у нас уровень повыше, и у нас как бы профессионалы супер работают, ну это и хорошо, снимут хорошо, мои останутся, вот. Но они мне сделали скидку, говорят, так как вы у нас первый раз, и если вы приедете сегодня, мы вам по 10 рублей прятку снимем, вообще у них 15 стоит. Вот, я говорю, давайте приеду, так что я сейчас за малышом, и мы вместе уже едем вот после садика к ним на снятие. Для тех, кто не знает, что собой представляет наращивание волос, у меня горячее наращивание волос, я сейчас вам покажу. Это вот такие капсулы, мы их подбирали под мой основной цвет, вот смотрите, под мой основной цвет волос подбирали, и, конечно, мне не очень нравится, когда ветер там дует или что-то, что здесь большой контраст, у меня затемненные корни, да, и светлые эти прятки. Это выбивается, когда дует ветер или когда видно капсулу, ну видно, что это наращенные волосы. Как бы понятно, что это не милирование, да, видно, что это наращенные волосы, поэтому я вообще планировала делать коррекцию, если, да, я планировала, что я затемню эти прятки, и тогда будет более естественно. Вообще, говорят, на черные волосы лучше всего наращивать, потому что ничего не видно, соглашусь. Вот, ну, в общем, пока так. Корни волос у меня очень быстро жирнеют, капсулы у меня посажены довольно высоко, но, в принципе, мы так и собирались делать, то есть в этом, как бы у меня нет претензий никаких, да, к моему мастеру, он все сделал так, как он меня спрашивал. Он меня спрашивал, как тебе сделать так или так, мы вместе обсуждали, как лучше нарастить волосы, то есть наращиванием волос я, в принципе, полностью довольна, к мастеру моему претензий нет. Вопрос, что касается качества волос, ну, я думаю, что, я думаю, что есть еще более дорогие, а точнее, я не думаю, я знаю, что есть еще более дорогие волосы, но насколько они качественнее, да, напишите, пожалуйста, кто наращивал волосы, скажите, действительно ли после наращивания, когда нарастили волосы такие гладкие, супер, первый раз ты их моешь, они же в силиконе каком-то, силикон этот смывается, и волосы пушатся. Эти наращенные волосы пушатся, ну, раз в пять больше, чем мои. Мои вообще, мои родные волосы, они вообще не пушатся. Я их сушу феном, просто расчесываю расческой, и они у меня ровные, гладкие, как будто их вытянули на утюжок. Вот, а эти волосы феном недостаточно пройтись, они все равно пушистые. У меня есть расческа-утюжок такая, ей тоже недостаточно, она, может быть, 50% убирает только, и реально, чтобы их вытянуть, да, и чтобы они были прям красивые-красивые до кончиков, это нужно использовать очень мощный утюжок, и каждый раз при мытье. А мою я голову раз в два дня или раз в три дня, именно потому что жирнеют корни. А когда жирнеют корни, все наши капсулы видны, поэтому я должна мыть голову постоянно и сушить. Что касается, и укладывать, что касается, кстати, сейчас у меня волосы, я их феном просто помыла, я их не укладывала, ну, то есть ни утюжком, ни даже утюжок-расческа. Я просто их феном и вот расческой попыталась вытянуть, то есть на 30%, наверное, где-то, поэтому они такие более пушистые, мне уже надоело, если честно, их укладывать. По поводу носки волос, я скажу, что, в принципе, все комфортно, я к ним уже привыкла, они не тянут, несмотря на то, что у меня их 350 где-то прядей, не тянут, нет никакого дискомфорта, только первые три дня было, пока они улеглись. Хвостик я не делаю, потому что мы не нарастили последние вот эти прядки, тоже мы об этом договорились, как раз-таки думали, что я буду делать хвостик, чтобы не было видно капсул. Но дело в том, что когда я делаю хвостик высокий, у меня волосы отсюда выпадают, как бы видно, что они короткие. Ну, как-то некрасиво в итоге я не делала хвостик, делала максимум вот такой хвостик, но можно было нарастить и нижние пряди, в принципе, потому что там не суть их важна, не видно. Вот, короче говоря, если бы вот такие вот волосы, вот такого качества были мои, я бы их нахрен обрезала, я бы сделала горячие ножницы, чтобы их как следует почистили, поравняли, но вот с такими концами я никогда в жизни бы не ходила. Более того, я люблю плотный, ровный срез. А нарощенные волосы, если их постоянно вы собираетесь наращивать, потом капсулировать, снимать, опять наращивать, у них не будет ровный срез, потому что так очень быстро мы почикаем с двух сторон, почикаем ваши волосы. Здесь капсуляции обрезаем, здесь мы потом наращиваем на разные уровни, и снова они будут вот такие концы, опять снова ровнять, как бы это не выгодно. Волосы дорогие на самом деле, это мне еще не нравится, что волосы дорогие, портятся они быстро, уход за ними тоже должен быть. В плане ухода, например, напряга у меня не было, то есть помыть их и посушить. У меня не занимало очень много времени, как многие девочки пишут, например, что сушить их в два раза дольше, в три, у меня мощный фен, с этим проблем не было. И мыть, я привыкла, у меня всю жизнь были длинные волосы, и мыть тоже напряга не было. Укладывать тоже можно, но я укладываю проще волосы, поэтому с этими надо возиться. Но и более того, каждый раз все равно, даже насколько я их укладываю, смотрю на себя в зеркало, я не могу смотреть на эти концы, как будто у меня неухоженные волосы. Вот если кто-то думает, что это мои натуральные, то это трындец, конечно. Мне они не нравятся, мне не нравится качество этих волос. Волосы, конечно же, мне профилировали, хорошенечко профилировали. Филировать изначально не хотели, берегли мои волосы, но в итоге мы не смогли перебить нарощенными волосами этот срез, мой плотный, густой, который был, и мы уже в процессе начали филировать. Волос, конечно, много валялось, сердцем отжималось, но я пошла на этот шаг, я хотела испытать, что такое нарощенные волосы, как с ними ходить, что это такое вообще, я хочу об этом знать и что-то советовать, иметь свое мнение по этому поводу. Вот, сейчас об этом говорю. Волосы я потеряла много, и я поэтому боюсь их сейчас снимать, я не знаю, что там. Я, наверное, охренею, но я смирюсь с этим, я знаю, они меня любят, мои волосы, они у меня быстро растут, я их отращу. Ну, в общем, ожидание реальность, девчонки. Все, едем. Просто хотела вам до этого показать, потому что потом уже снимут, и вы не увидите. Что я буду делать с волосами, я не знаю, пока в дороге подумаю, потом расскажу. Все, поехали. Так, я взяла малыша, вот он, мой красавчик, да? Наконец-таки мамка пришла, скажи, все, гуляем два дня. Меня зовут Даниэль. Даниэль, да, тебя зовут. Дэниэль, как-то тебе неправильно там в садике помучат имени твоему. Дэниэль тебя зовут. Вот, и вот, я иду и думаю, что я не досказала. Я просто хочу все аспекты вам сказать, чтобы у вас вопросов прям не осталось. Вот те, кто думают, наращивать, не наращивать. Я в свое время просто искала тоже много информации. Наращивать, как оно носится, что оно носится. Понятно, что все индивидуально, да? Кто-то на следующий день может пойти и снять волосы, да? А кто-то носит годами, по 4 года, и им все нравится, они не снимают. Я вообще думала, что буду их наращивать, пока я не отращу свои волосы. Но опыт показывает мне так, что я просто хочу их снять и забыть. Нет, забыть не хочу, потому что опыт мне важен. Вот, и так, первых два пункта, почему я их снимаю, это качество волос, которые на мне не нравятся. И то, что укладывать, чтобы уложить нормально эти волосы, я даже так их ни разу нормально не уложила, потому что утюжком я не люблю укладываться. Ну и в принципе, если расческа утюжок не помогает и не выравнивает, я уже не буду долбаться с утюжком, с обычным все время. И плюс мне достаточно часто их приходится мыть. Вот, и плюс еще момент, почему я их снимаю, потому что у нас уже в городе жарко, и мне в них реально жарковато, я вам скажу. Знаешь, что меня зовут? Ну что, мои хорошие, мне сняли волосы, но уже стемнело. Сейчас едем домой, я вам покажу, как, что, все свои впечатления. Я сейчас попала вообще в салон, в какой-то нереально классный женский коллектив, вот в котором я давно не была. Прикольно, мне так понравилось, я прям с удовольствием посидела, понаблюдала, впитала энергетику. Классно. И салон такой, он занимается чисто наращиванием волос в центре Ростова. Короче, мне понравилось. В общем, сейчас домой приду и все вам покажу. Так, ну что, нашла свое любимое местечко. Свет еще включу подсветочку. Снимаю хвостик. Вот что у меня сейчас на голове. Спереди. Сзади. Так, ну что я могу сказать в целом? В целом... В целом не так все страшно с волосами, потому что, в принципе, я волосы свои чувствую, чувствую густоту, мне нормально, потому что девочки-мастера, они мне сказали, что если вам не хватает густоты, да, если профилировали, допустим, там сильно, да, то можно наращивать волосы. Это недорого будет, стоит где-то 5-6 тысяч, да, чисто густоту делать. То есть под мою длину, да, добавляется немного прядей для густоты. Вот. Ну, как бы, если бы, конечно, совсем мало было волос, возможно, я бы подумала над этим. Вот. Ну, так как мне сняли, я потрогала, меня все устраивает, в принципе, нормально. Не так сильно все было профилировано, как казалось на тот момент, да, от страха. Но, конечно, у меня надо это, подровнять, сходить опять к моей девочке, которая горячими ножницами стрижет, чтобы она просто, знаете, как это, ну, пополировала немножко, выровняла, да, тут вот как бы... В общем, сделала красиво. Вот. И все, я буду сама отращивать волосы. Для меня нарощенные волосы показали мне то, что мои очень крутые, и что я должна свои ценить. Длинные волосы мне идут, длинные волосы, да, это круто. Вот. И давайте отпускать. Будем отпускать. С окрашиванием, что я хочу сделать. Всегда, когда короткие волосы, мне, честно говоря, хочется прям вот прям блонд-блон сделать. Мне прям еще хочется блонда сделать, поэтому в ближайшее время я буду думать, что же мне сделать с волосами. Пока, наверное, похожу так, но не исключено, что что-то может произойти резко. Я пойду и покрашусь. Точнее, не пойду покрашусь, а мы будем краситься дома, мои девочки. Мы возобновляем кухню красоты. Да. В общем, пока что вот с этим всем делаем. Мне сейчас надо голову помыть. Можно делать какие-то укладки, как-то вот крутиться, да, и все это будет, в принципе, неплохо смотреться, но просто хочется яркости из цвета волос. По поводу наращивания волос, я рада, что у меня был этот опыт. Теперь я могу смело сказать свое мнение. Я вряд ли когда-нибудь буду еще наращивать волосы, если честно, просто потому что, объясняю, потому что у меня свои хорошие волосы, девочки. И, конечно же, когда мы покупаем волосы, у меня волосы были не самого лучшего качества. Есть еще круче волосы, есть, когда плотный срез, есть более тонкие, там, славянские. У меня были волосы не славянские, Узбекистан, что ли, или что-то такое. Довольно плотные волосы, вот, но при этом они дорогие были, понимаете, а если брать еще круче волосы, это еще дороже. А представьте, еще работа, да, я говорила вам, очень дорого стоит, от 20 тысяч работа стоит, от 20 тысяч. И хорошо носить бы полтора месяца где-то, то есть два месяца. Ну, то есть это такой хороший бюджет, нехило надо зарабатывать. Это один из минусов наращивания, это цена всего этого дела. Плюс, конечно, ну, сняли мне быстро, за полтора часа, как бы, все это дело. Это хорошо. Волосы не потеряны, филировка не ужасно-ужасная. Вот, поэтому я рада, я рада, я рада, я чувствую свои волосы, свою плотность, и я счастлива. Волосы свои я буду продавать, мне сказали, ну, выставите их на Авито, поставьте их, ну, например, там, тысяч за восемь, вот так вот. Сейчас я их обрежу, расчешу и поставлю. Вроде продают на Авито волосы. А что с ними делать? Я больше их наращивать не буду, потому что я не хочу, я вот такие вот непонятные паклю. У меня даже вот эти кончики намного лучше с тех наращенных, поэтому нет. Пусть они лучше будут короткие, я сделаю красивый какой-то цвет. Еще на изменения, ну, как бы, знаете, я думала, вот, волосы наращу, совсем другое ощущение. Да, но, по-первых, другое ощущение, а потом, в принципе, в любом случае, чтобы выглядеть хорошо и интересно, тебе нужно, во-первых, внутри чувствовать себя классно, да, я вообще так наблюдаю сейчас за людьми, у кого короткие волосы, у кого даже вот какие-то непонятные волосы после снятия наращенных, у кого короткие стрижки, а у кого длинные волосы, и все равно, я вижу, привлекает человек тот, который сам по себе интересно излучает что-то внутри, и чтобы он не сделал себе на голове, на самом деле, порой это не столь важно, вот, и привлекает именно его внутренний мир какой-то. Я это вот реально обращаю на это внимание, плюс, я думала, что будет все намного хуже, на самом деле, после наращивания, и рада, что не так все плохо, плюс, я смотрю сейчас холостяк, и там есть тоже девушка, такая блондинка, прям блондинка, я не помню, как ее зовут, Кристина ее, по-моему, зовут, да, Кристина, с Кристинами везет, и у нее волосы, вот первые там два выпуска, у нее были вот так волосы зачесанные, она такая блондинка, у нее видно, что не так много волос, они не такие густые, но она такая вся привлекательная, классная, с таким каким-то характером, стержнем, и она привлекает меня, и она классная, у нее не длинные волосы, и не густые волосы, и вообще зачесанные назад, понимаете, поэтому, в общем, такие дела. Поэтому, если кто-то, если кто-то спросит меня, наращивать волосы или не наращивать, я сначала посмотрю реально на волосы человека, если волосы ломкие, сами по себе там, там, тонкий, хотя тоже на тонкий, может, и не стоит наращивать, да. Короче, если волосы свои, не айс, не кайф, то можно попробовать наращивание, потому что еще говорю, что это дело такое индивидуальное, кому-то наращивают, и кто-то приходит, на следующий день их снимает, потому что не может, ну, вот кто первый раз, да, а кто-то там по несколько лет наращивает волосы, и чтобы понять, ваше это или не ваше, стоит попробовать. Даже с моими классными волосами, ну, мне захотелось поймать этот опыт, вот. Но с такими волосами, как у меня, я бы не рекомендовала наращивать. Если бы я у девчонки увидела классные волосы, свои, классные, которые быстро растут, нет проблем, густые, я бы сказала, не наращивай. Ну, мой опыт вы поняли уже, да, мне повезло, немногольки. Вот, и все, больше наращивать я волосы не хочу. Может быть, еще поэкспериментирую, типа, с зизями и все такое, посмотрим, там, афрокудрями какими-то, поглядим. Но пока мне кайф, я чувствую свободу, вообще просто свободу, что я могу наконец-таки вот так вот сделать, понимаете, и хвост, в конце концов, заплести высокий. И не видно никаких капсул. Это кайф. Несмотря на то, что у меня такой маленький хвостик сейчас. Ну, ничего, мы отрастим его. Так лучше. Все, мои хорошие, надеюсь, мой опыт был вам полезен, интересен. Если так, обязательно ставьте лайк. Пишите, кто из вас наращивал волосы, а кто не наращивал. Кто хочет попробовать, а кто решил, не буду наращивать волосы. И все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующих моих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok